Всем привет! Тратите много сил на уход за клубникой? Сегодня я расскажу, как ее правильно посадить, чтобы в следующем сезоне не пришлось тратить много времени на подкормки, а только лишь собирать классный урожай вкусных и зрелых ягод. Первым делом нужно выбрать правильное место для посадки. Оно должно быть солнечным и хорошо продуваемым ветром. Если клубнику посадить в тени, то ягода будет созревать намного позже, а также будет возникать риск различных заболеваний, гнилий, особенно серой гнилий, когда все ягоды покрываются таким серым налетом и большая часть урожая попросту сгнивает. Если же посадить клубнику на солнце, то такой проблемы не возникает. А также старайтесь выбирать место, где хорошо гуляет ветер. Тогда клубника продувается, нет никакой излишней сырости, и ягодка, опять же, не поражается различными заболеваниями. Также следует учитывать культуру предшественники. Лучше всего высаживать клубнику на тех грядках, где ранее росли лук, чеснок, а также бобовые культуры. Тем более, что такие грядки рано освобождаются от урожая, и уже в августе на них можно рассадить рассаду клубники. Клубника любит расти на легких суглинистых почвах, богатых органикой. Если почвы бедные, песчаные, то, конечно же, ягода на таких почвах будет расти мелкой, и урожай будет очень низким. Поэтому под перекопку почвы обязательно нужно вносить органические материалы, в первую очередь это перепревший компост либо навоз. Эти материалы хорошо структурируют почву, делают ее более плодородной и улучшают микрофлору. То есть все почвенные микроорганизмы различной бактерии, грибы, начинают активно размножаться, действовать и усиливают питание клубники, а также защищают ее от различных заболеваний, повышая тем самым иммунитет растений. Обычно под перекопку грядки я вношу перепревший компост, потому что это органическое удобрение у меня есть в достатке. Можно же использовать, как я и говорил, перепревший навоз. Но, как говорится, хозяйство я не держу, скотины, поэтому навоза у меня нет. Использую доступные материалы. Значит, под перекопочку я вношу одно 10-литровое ведро на квадратный метр. Если у вас почва очень бедная, то можно вносить и побольше компоста, например, два 10-литровых ведра. Также не следует забывать и про минеральные удобрения, где есть калий и фосфор, потому что эти макроэлементы также нужны клубнике для нормального роста и развития. Фосфор, чтобы нарастала мощная корневая система. Калий, для того, чтобы у ягоды был хороший иммунитет, затем вкус ягод улучшался, плотная была ягода. Поэтому эти удобрения мы также вносим. Норма внесения минеральных удобрений 40-50 грамм на квадратный метр. Можно использовать обычное, комплексное, самое дешевое удобрение. Например, тот же амафоскомид, либо амафоска, которая в магазинах продается, где есть все основные макроэлементы. Азот, фосфор и калий. Опять же, вносим такое удобрение в норме 40-50, ну максимум 60 грамм на квадратный метр. Все эти удобрения внесли в почву, затем грядочку перекапываем. Причем перекапывать нужно достаточно глубоко, потому что клубника любит легкую почву, чтобы корни проходили очень глубоко, потребляли питание, и кустик хорошо развивался. Когда у нас грядочка подготовлена, идем заготавливать посадочный материал. Если у вас нет собственной рассады, то, конечно, его можно купить в питомниках, в кассетах, в баночках, с открытой краневой системой продается рассада различных сортов. Я заготавливаю материал у себя на грядках, специально оставляя для этих целей несколько маточных грядок, где у меня растут усы. Для посадки выбираю самые крепкие саженцы, которые хорошо укоренились, имеют такие крупные хорошие листья, хорошую сформированную почку ростовую. Обычно это первый ус от куста. Вот эти усы, они самые продуктивные. Заготавливаю материал, и сразу же вот эти усы, когда вы выкопали с грядки, они с открытыми корнями, нужно поместить в воду. Ни в коем случае их нельзя оставлять на солнце. Даже 15-10 минут на солнце, и все, корни начинают подсыхать, и такая клубника плохо приживается. Поэтому копаем усы, и сразу же ведро с водой. Далее, когда материал уже мы накопали, будем подготавливать саженцы к посадке. Удаляем лишние листья, оставляем 2-3 самых молодых листочка, а также подстригаем немножечко корни. Зачем подстригаются корни? Для того, чтобы они лучше кустились, нарастали, и когда вы сажаете их в лунку, чтобы корни не подворачивались, потому что длинные корни часто подворачиваются в земле, и кустик плохо приживается. А если их подстричь аккуратненько, обрезать там примерно на сантиметр, то корни лучше размещаются в этой посадочной лунке, и клубника лучше приживается. Затем на подготовленной грядочке мы будем намечать ряды и лунки для посадки. Например, у меня растут крупноплодные сорта клубники, и кустики довольно высокорослые. Поэтому ширина между рядами у меня 80 сантиметров, а между кустами 50-40 сантиметров. Если у вас также крупноплодные такие сорта, например, вот как Азия, то также делайте такую схему посадки. Загущение нельзя допускать, не нужно экономить место, потому что все потом сплетется, будет лишнее затенение, и опять же распространение различных заболеваний. Далее приступаем к посадке. В каждую лунку наливаем немного воды, и затем высаживаем кустик. Расправляем аккуратно корешки, и кустик засыпаем. Обратите внимание, что нельзя заглублять ростовую почку. Она должна находиться над поверхностью почвы. Если вы заглубите вот эту ростовую почку, засыпите, то в следующем году никакого урожая такой кустик не даст. Это будет непродуктивный куст. Поэтому обращайте внимание вот на такие важные моменты при посадке клубники. После посадки клубнику опять же еще раз проливаем чистой водой. Для того, чтобы почва хорошенько уплотнилась, была сцепка с корнями, и кустики прижились. Даже если на улице идет дождь, полив все равно обязателен. И еще небольшая хитрость. Если у вас саженцы небольшие, то можете в одну лунку высаживать сразу по три, по два вот этих саженца. Тогда у вас в первый же год получатся такие довольно мощные кусты, и удвоится урожайность. Обычно через несколько дней уже кустики приживаются, и активно начинают расти, активно вегетируют. Затем к осени многие люди стараются вот эти лишние листья поубирать. Но я скажу, что делать этого категорически нельзя. Клубника должна уйти с этими листьями по зиму. Потому что листва защищают кустики от вымерзания, утепляют корневую систему, утепляют сами вот эти ростовые цветочные почки, из которых потом будет формироваться урожай. Поэтому листья должны сохраниться, и клубника с ними уйти по зиму. А обрезку уже мы будем проводить только лишь весной, когда клубника перезимует. Если вы хорошо заправите грядку, внесете минеральные удобрения, органические удобрения, то весь следующий сезон клубнику подкармливать вам не придется. И первую подкормку вы сделаете только после сбора урожая. А это, конечно же, сэкономит много времени и сил. На этом все. Спасибо за внимание и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok